Другую притчу сказал он им, подобно царство небесное закваске, которую взяла женщина и положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Большинство святых отцов видят в этой притче образ человека до его просвещения божественным светом, понимая под закваской благодать, а под вскисшим тестом обоженную человеческую природу. Так преподобные Исидор Пелусиот, Ефрем Сирин, святитель Феофан Затворник толкуют данный отрывок Писания следующим образом. Закваска есть царство Божие, которое проникает в человека через евангельскую проповедь. Три меры муки – все человечество, произошедшее от троих сыновей Ноя – Сима, Хама и Афета. Женщина – душа, вобравшая в себя проповедь Христа и осветившаяся ею. Иное толкование предлагает блаженный Иероним Стридонский. Женщина, взявшая закваску и положившая ее в три меры муки, есть проповедь апостольская, или церковь, собранная из различных народов. Она взяла закваску, под которой подразумевается разумение Писаний, скрыла в трех мерах муки, чтобы соединить воедино дух, душу и тело. Несколько иначе объясняет данный евангельский отрывок Ефимий Зигабин, по мнению которого под женщиной подразумевается мудрость или сам Христос, «Потому что он рождает и питает», закваской же названо учение веры. Как женщина при помощи закваски превращает обычную естественную муку в хлеб, так и Христос при помощи Духа Святого превращает обычных людей в сынов Божиих, в бессмертных жителей Царства Небесного. Процесс закваски начался в день сошествия Святого Духа на апостолов и продолжается до наших дней, и будет продолжаться до скончания века, доколе не вскиснет все. В разных местах Библии отношение к квасному тесту различное. Так, например, при исходе Израиля из Египта и праздновании Ветхозаветной Пасхи народу предписывается вкушать только пресный хлеб весь период Песаха, а квасное запрещается под страхом смерти. По толкованию святых отцов здесь имеется в виду следующая особенность квасного хлеба. Чтобы тесто заквасилось, ему нужно время, а выход из Египта и, соответственно, празднование освобождения от рабства – процесс быстротечный, несовместимый с длительным ожиданием приготовления пищи. Недаром евреям приписывается быть одетыми по походному, а главам семейств держать в руках посохи. Посему и хлеб нужно печь пресный, а агнца, приносимого в жертву, необходимо съесть до утра. Далее в книге Левит повествуется о многоразличных жертвах, и среди них мы встречаем жертву хлебную, мирную. Ее тоже предписывается приносить Богу только пресной. Здесь по толкованию святых отцов имеет место педагогический принцип Бога в отношении израильтян. Пресное тесто приносится в жертву не потому, что оно лучше квасного, ибо все, что сотворил Бог, добра зело. Но чтобы дать некоторую установку на запоминание, что тесто без примеси или вообще что-либо без примеси, есть образец чего-то идеального, что и нужно Богу. Не в том смысле, что Господь в чем-либо нуждается, а чтобы мы навыкли приносить Ему все самое лучшее, ибо Он наш Отец и источник жизни. В притче же о закваске Господь полагает во главу угла иной принцип, показывая, что мы должны быть яркими светочами божественных истин и любви, дабы люди, видя наше поведение и духовность, подражали нам и заквашивались. И как соли нужно малое количество для вкуса пищи, так и закваски не надо много. Важно, чтобы она была качественной. С другой стороны, следует помнить, что процесс перерождения человека длителен. О чем сказано в самой притче «Доколе не вскисло все». Прошло достаточное время, чтобы тесто забродило. Людям, впервые услышавшим проповедь Евангелия, нужно было время, чтобы все осознать, отринуть прежних идолов и начать жить по-новому. Какие же подсмыслы таит в себе данная притча для нашего современника? Она научает нас тому, что Царствие Небесное достижимо для нас лишь в том случае, когда все наши внешние действия и весь наш внутренний человек не вскиснут под действием благодати Божией. Редактор субтитров А.Семкин